Они жили на нашей планете задолго до нас. Вирусы бывают разными, одни из них приводят к банальному гриппу, а другие к смерти. Вот о последних мы и поговорим. Какие же вирусы на сегодняшний день считаются наиболее опасными для человека? Номер один, вирус Эбола. Сколыхнул весь земной шарик, напомнив людям, что в некоторых случаях медицина тоже разводит руками. Появился в Африке и угрожающими темпами продвинулся в Европу и Америку. Учитывая глобализацию и отсутствие границ и таможни для вирусов, остается вероятность, что эта лихорадка окажется и на нашей территории. Есть много путей и способов заражения, самый повторяющийся это заражение от больного человека через его кровь. Номер два, вирус Бешенства. Бешенство отличается тем, что может поражать как людей, так и животных, в частности собак, кошек и других диких животных, и реже всего птиц. Вирус проникает в кровь и провоцирует тяжелое поражение нервной системы. Обязательно лечение вакциной против бешенства. После проявления симптомов у человека болезнь, увы, неизлечима. Номер три, вирус иммунодефицита человека. Эта чума 21 века вызывает СПИД, при котором подрывается работа всего организма, а самая незначительная инфекция приводит к смерти. С момента регистрации первого случая от СПИДа умерли более 25 миллионов человек. От него нет вакцины и поиск спасения от ВИЧ, один из самых чрезвычайно актуальных вопросов. Номер четыре, вирус натуральной ОСПИ. Он называется Вариола и имеет две разновидности. Первая приводит к летальному исходу всего пара процентов случаев, а вторая это смертельный исход. По некоторым данным наступает в 90 процентов случаев. Несмотря на то, что случаи ОСПИ упоминаются еще в древнеегипетском папирусе, написанном за 4000 лет до нашей эры, причину этого страшного заболевания, лишающего людей, если не жизни, то зрения, удалось установить лишь в начале 20 века, и только в 70-е годы человечеству удалось усмирить вирус натуральной ОСПИ. Номер пять, вирус гриппа. Имеет три рода А, Б и С и штаммы H1, H2, H3, а также N1 и N2. Заражение происходит воздушно-капельным путем, поэтому часто перерастает в пандемию. Примером тому может служить испанский грипп, от которого умерли более 50 миллионов человек, а также недавно гулявший по нашей земле птичий грипп, который удалось обезвредить. Несмотря на огромное количество препаратов, самым надежным средством профилактики заболевания является прививка. К гриппу восприимчивы все возрастные категории, поэтому держитесь подальше от чихающих и кашлящихся граждан. Номер шесть, вирус гепатита B. Это самое распространенное инфекционное заболевание печени в мире. В 20-30% случаев приводит к циррозу и раку печени, также может перерасти в хроническую форму. В некоторых частях Азии 10% населения являются носителями этого гепатита B. Номер семь, вирус гепатита C. Гепатит C называют ласковым убийцей. Он протекает бессептомно, в 70-80% случаев, перетекая в хроническую форму. От него нет ни лечения, ни вакцины. Номер восемь, вирус семейства Flaviviridae. Вызывает желтую лихорадку. Это острое вирусное заболевание, которым можно заразиться от укуса москита в тропиках и субтропиках Африки и Южной Америки. Желтой она называется из-за желтухи, развивающейся у многих больных. Это заболевание в половине случаев оканчивается смертью. С 80-х годов 20-го века частота заболеваемости людей с желтой лихорадкой снова начала возрастать. И причин тому масса, снижение иммунитета людей, изменение климата, урбанизация и даже вырубка лесов. Номер девять, арбовирусы семейства Flaviviridae. Вызывает в такое заболевание, как лихорадка Денге. Своё второе название, костоломная лихорадка, эта болезнь получила за свои симптомы. Боль в позвоночнике и суставах, особенно в коленных. Сопровождается также ознобом, повышенной температурой тела, тошнотой, покраснением лица и глаз и сыпьём. Имеет две формы заболевания при более тяжкой геморрагической. Смерть наступает в 50% случаев. Номер десять, ротовирус. Вызывает так называемый ротовирусный гастроэнтерит, или желудочный грипп, острую кишечную инфекцию. Главная опасность заключается в сильном обезвоживании организма. Современная медицина научилась справляться с этой болезнью, но в странах, где отсутствует адекватное медицинское лечение, ротовирус представляет серьёзную опасность. Ежегодно он уносит 61 тысячу жизней. На этом у нас всё. Если вам понравился данный видеоролик, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если тут впервые, а с вами будем прощаться. Увидимся в следующих видеороликах.